Сегодня в Гомельской области проживает более 6 тысяч ВИЧ-инфицированных. Как противостоять этой болезни и как правильно подавать информацию о ней? Об этом и не только говорим сегодня с гостем программы «Диалог». Олег Николаевич Суетнов, заведующий отделом профилактики ВИЧ-СПИД Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. В 1980 году окончил Гомельское медицинское училище. В 1988 году Минский государственный медицинский институт по специальности санитария, гигиена, эпидемиология. Свой трудовой путь начал врачом по санитарному просвещению. В разные годы работал врачом-эпидемиологом, врачом-инфекционистом. С 2003 года заведующий отделом профилактики ВИЧ-СПИД Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. На вопросы, которые касаются профилактики ВИЧ-СПИД, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Олег Николаевич, рад видеть в студии программу «Диалог». Здравствуйте. Добрый вечер. И в самом начале, для того, чтобы обозначить проблематику, попрошу вас рассказать о ситуации с заболеваемостью ВИЧ-СПИД в Белоруссии, ну и, конечно же, в нашем регионе. Ну, говоря о ситуации по ВИЧ-инфекции, она продолжает потихонечку развиваться. По состоянию на 1 ноября этого года в Республике Беларусь зарегистрировано 19 406 случаев ВИЧ-инфекции. Количество людей, которые живут сегодня с ВИЧ-позитивным статусом 15 тысяч. Показатель заболеваемости по Республике составил 158,5 на 100 тысяч населения. Гомельская область сегодня это 45% удельный вес от выявленных случаев. Это 8744 случаев ВИЧ-инфекции. Количество людей, которые живут сегодня с ВИЧ-позитивным статусом 6246 человек. Это много или мало? Вы знаете, что говорить о том, много или мало, это немножко как бы, ну не совсем будет, будем говорить, корректно. Даже один случай это уже много. Особенно, когда это касается жизни людей? Естественно. Хорошо. Как эта статистика выглядит на фоне всего мира и хотя бы стран СНГ? Ну если говорить о мировых цифрах, то сегодня в мире живет с ВИЧ-инфекцией, ВИЧ-позитивных людей около 35 миллионов. К сожалению, около 20 миллионов, 28 миллионов, извините, пожалуйста, умерло уже. Ежедневно в мире выявляется от 14 до 15 тысяч ВИЧ-позитивных. Если переломить на нашу область, то мы сегодня выявляем каждый день 1-2, а бывает 3 случая ВИЧ-позитивных человек. Что ж, у нас есть материал в тему разговора. Сразу после короткого видеосюжета вернемся в студию и продолжим. ВИЧ-позитивных людей Они, в принципе, сохраняются с того периода. Это Светлогорский, Жлобинский, Октябрьские районы. К ним растет заболеваемость и в Калинковическом, Речицком, и в ряде других районов. Выявление случаев заболевания сегодня способствует ряд факторов. Начиная от обязательного тестирования при поступлении на работу по некоторым специальностям до активной профилактической работы в тех же учебных заведениях. При этом медики отмечают тот факт, что многие приходят, чтобы сдать анализ по собственной инициативе. Причем часто даже не выдержав необходимый минимум времени. Определить ВИЧ можно только через несколько месяцев после заражения. С момента заражения до момента выявления проходит от 3 до 6 месяцев. То есть, если, грубо говоря, к нам иногда приходят там молодые люди, говорят, вот у меня была там рискованная связь, там вчера-позавчера. Мы говорим, приходите через 3 месяца, потому что если это было вчера, то, естественно, результат покажет отрицательный. ВИЧ – это не проблема отдельного человека. Преодолеть эпидемию ВИЧ-СПИД в стране можно только совместными усилиями. Начиная с 1987 года в Беларуси зарегистрировано 19 406 случаев инфицирования. И эта цифра, к сожалению, постоянно увеличивается. По сути, у носителей ВИЧ начинается новая жизнь. В большинстве случаев тщательно скрываемая даже от самых близких людей. Реагируют все по-разному. У некоторых очень бурная реакция. Некоторые отрицают, некоторые сразу в такое депрессивное состояние. То есть тут еще надо психологическая подготовка, чтобы с человеком поговорить. Это все очень индивидуально. Согласно оперативной информации областного центра гигиены и эпидемиологии общественного здоровья, на Гомельщине зарегистрировано почти 2500 летальных случаев среди ВИЧ-инфицированных. И все-таки драматизировать ситуацию медики не спешат. Современные лекарственные средства и методики лечения позволяют продлить время жизни на десятилетия, особенно если выявить болезнь на ранних стадиях. Люди, естественно, умирают, хотя сейчас считается, что лечение позволяет вести трудоспособную жизнь. И с учетом лечения ВИЧ-инфекция не влияет на продолжительность жизни. Человек может жить и 20-30 лет, в принципе, столько, сколько захочет, если будет выполнять назначение врача, он сможет работать, рожать здоровых детей. Риск того, что у ВИЧ-инфицированной мамы родится инфицированный ребенок, сейчас меньше 2%. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. Гость студии, заведующий отделом профилактики ВИЧ-спит Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Олег Суетнов. Олег Николаевич, ваши короткие комментарии по только что увиденному материалу. Ну, материал сам за себя говорит. Проблема есть, однозначно. Проблема сегодня обозначена в том, что у нас все-таки растет выявляемость. Это естественно, потому что вирус все-таки проник в общую популяцию населения. Но, с другой стороны, здесь показан момент, то, что сегодня все-таки при нормальном подходе, при нормальном лечении, при нормальном приеме препаратов, то есть мотивации к этому лечению и так далее, человек может жить и нормально жить. Многое зависит именно от его желания. Да, именно от мотивации все-таки к этому лечению и так далее. Но насколько это лечение оправдано и неоправдано, об этом, конечно, можно много рассуждать, но тем не менее. Сегодня успехи есть, и вот показано в сюжете, что да, успехи есть. И человек может и работать, и воспитывать детей, и рожать тоже здоровые детей. Я думаю, что мы об этом еще немножко позже поговорим, обсудим эту тему довольно более предметно. Но, тем не менее, проблема есть, но она решается. Друзья, присоединяйтесь к диалогу. Телефон прямого эфира в Гомеле 77 68 45. Олег Николаевич, говоря о проблеме ВИЧ-спит, у многих в голове появляется мысль про Светлогорский район. Поменялась ли ситуация в этом регионе? Вы знаете, вот так сложилось, исторически сложилось, будем говорить так, в отношении проблемы ВИЧ, конечно же. К сожалению, да. Ну, к сожалению, не к сожалению, но так сложилось, исторически. Я не хотел бы говорить, что к сожалению. Так получилось, что именно на территории Светлогорского района проблема эта обострилась. Так сложились обстоятельства. Просто, как говорят, перекресток дорог, когда наркотики поставляли с Украины и так далее и тому подобное. Почему перекресток дорог? Действительно, поезда проходят там с Одессы и так далее через Светлогорск. Один из самых молодых населенных пунктов в республике тоже, наверное, да? Тут, да. Люди съехались с самых разных городов. Еще и это отложило свои отпечатки, наверное. Просто молодой город, да, и так далее. Строил весь Советский Союз его и так далее. Там остались многие люди. Но я о другом хочу сказать. Именно перекресток дорог, именно Украина. Ведь доказано уже, что в 1995 году ВИЧ-инфекция обострилась. И вспышка ВИЧ-инфекции была среди наркоманов именно на территории Николаевской, Одесской области и так далее. И вот наркотики стали поставляться уже потом, потом через железную, ну, по железной дороге в готовом виде дальше в Европу и тем более через Гомельскую область и так далее в Республику Беларусь. Это уже доказано. Поэтому, ну, так сложилось. Хорошо. Возвращаясь к сегодняшнему дню, ситуация меняется. Этот регион уже далеко не в лидерах так называемого рейтинга, не самого приятного. Вы знаете, ситуация меняется в какую сторону? Ведь еще позже будем обсуждать именно дополнительный скрининг, который мы ввели. Но будем говорить так. На сегодняшний день на территории Светлогорского района отмечается генерализованная стадия развития ВИЧ-инфекции. Это самая высшая стадия, которая есть в развитии ВИЧ. Есть начальная, есть концентрированная, есть генерализованная. Что такое генерализованная стадия развития ВИЧ-инфекции? Сегодня население Светлогорского района в общей популяции инфицировано более 3%. Если уже более 1%, уже можно говорить о генерализации. Если среди беременных женщин, которые становятся на учет по беременности, выявляется ВИЧ-инфекция более 1%, тоже можно говорить о генерализации. Вот это сегодня присутствует на территории Светлогорского района, к сожалению. Хорошо. Эта проблема по большей части сегодня касается промышленно развитых городов или не только? Вы знаете, ну если брать, допустим, крупные наши города, да, промышленно развитые, Жлобин, допустим, тоже проблематика обостряется, буду говорить. Город Гомель очень тоже приближается к этой ситуации. Не то, что генерализация, но увеличивается количество выявлений ВИЧ-инфекции. Случаев и так далее. Да, промышленно развитых городов. Хотя, хотя, на определенных территориях сельское население у нас сегодня тоже вызывает некоторую озабоченность. Хорошо. Ну и ВИЧ сегодня стал чертой, как ни странно, отнюдь не безденежных наркоманов, как многие думали, а достаточно обеспеченных и где-то интеллигентных людей. Вот тут я с вами соглашусь. Если тогда, когда была эта проблема, обострилась, да, вспомни, годы, когда 96-й год, когда это все наркомания и так далее, тогда это был удел, будем говорить, наркоманов. Постепенно, постепенно, постепенно были отношения и половые отношения, все это ВИЧ распространился в общую популяцию. И сегодня ВИЧ уже не определяет наркоман-то, не наркоман, а просто нормальный человек, нормальный человек, наркоман. Время возможностей, открытых возможностей сделало свое дело. Да, поэтому сегодня, буду говорить открыто и прямо, процентов 15-20 сегодня это уже нормальные люди, которые даже не думают, что может быть ВИЧ. Хорошо. А кто сегодня в группе риска? Можно ли так вот тезисно хотя бы пять позиций? Сегодня бы я такое понятие, как группа риска для Гомельской области уже, ну, не актуализировал. Сегодня в группе риска, если кто-то ведет себя несоответствующим, то есть рискует своим поведением, каждый человек. Пусть задумается. Хорошо. Время задуматься будет, но пока в нашем эфире рубрика «Есть мнение», задали наши корреспонденты на улице вопрос, в каком возрасте люди чаще всего могут заболеть ВИЧ. Подумайте об этом, пока в эфире идет рубрика «Есть мнение». Я думаю, что молодежь, наверное, лет 20 и люди среднего возраста 30 лет. Подростковый, наверное, потому что, ну, как бы 17-18 лет, до 25 подвержен, потому что хочется в этом возрасте все попробовать, а чтобы кто-то что-то рассказал и показал, ну, рост, родители, дети боятся спрашивать. Молодые люди, наверное, лет так от 18 и до 35. Это основной риск. Наверное, 16-25, до 30. А более взрослые? Думаю, нет. Они больше семейные люди, придерживаются порядочных связей и дома. Ну, наверное, более молодой. Хотя в наше время сейчас уже не исключено любой возраст. Ну, молодые просто более неразборчиво, мне кажется. Ну, 25 лет, я так считаю. От 30, наверное, до 40. Почему? Такой возраст. 20-25 лет. Я думаю, такой. Почему? Ну, просто молодые. Еще не осознают этого. Не предохраняются. А более старшие? 30-40 лет? Ну, не знаю. У них меньше вероятности. Молодежь. А почему? Не знаю. Более раскованная она. Понятия не имею. Мы с той эпохи живем, когда этого и не было. Наверное, молодежь больше. 18-19. Ну, тоже так считаю. 16-18. До 20-ти. До 20-ти. Да, до 20-ти. Потом умнеет, наверное. Я считаю, что молодежь неграмотная, бескультурная. Потому что есть у нас такая прослойка молодежи, которая ведет такой моральный образ жизни. Ну, возраст лет 18-25. Более подвержен. И тех, кто принимает наркотики, соответственно, такого же возраста. А более взрослые 30-40 лет? 30-40 лет – это, скорее всего, случайно уже более. Потому что там более спокойнее относятся к жизни. И, думаю, обдуманнее совершать свои поступки. Наверное, любой возраст возможно заболеть СПИДом, если не следить за собой. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. Гость в студии, заведующий отделом профилактики ВИЧ-СПИД, Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Олег Суетнов. Олег Николаевич, ваши короткие комментарии. Думаю, как специалист с большим опытом подкорректируете мнение, а где-то и заблуждение гомельчан. Вы знаете, я для себя из этого сюжета вынес то, что сегодня большое заблуждение все-таки населения, именно уже возраста 35-40 лет и постарше, то, что сегодня молодежь все-таки подвержена этой проблеме и воздействию. И это же является сегодня проблемой. Проблемой. Но мне понравился комментарий последний, который сказал, что все возрасты подвержены. Это правильно. Но хочу сказать уважаемым телезрителям, которые сегодня отвечают, пусть задумаются и послушают меня. Сегодня у нас золотой стандарт уже выявления ВИЧ-инфекции, ВИЧ-позитивных, 40 лет и старше. Молодежь сегодня более-менее образована. А сегодня попадают в эти сети ВИЧ-позитивных именно 40 лет и старше. Как вы говорили, что и благополучные семьи и так далее. У нас сегодня попадают действительно более благополучные люди. А почему попадают? Об этом немножко позже поговорим. Это тот случай, когда осведомленность и беспечность идут врозь. Вроде бы с осведомленностью все достаточно неплохо. И старый млад знает, что такое СПИД, что такое ВИЧ и о путях передачи. Мы с вами уже упоминали то, что осведомленность, это еще не значит, что мотивация к поведению. Потому что поведение, осведомленность, это не значит, что нужно, так говорится, вести себя и так далее. Чтобы вести себя нормально, это определенный период времени должен пройти и так далее. Чего тогда не хватает? Вроде бы информации много. Информации много, но как ей распорядиться, каждый человек решает по-своему, понимаете? То есть здесь есть определенные вопросы и моменты, на которых я не хотел бы сегодня останавливаться. Но есть проблема, конечно же. Если мы решили вопрос с молодежью, а мы, ну не то, что решили, а мы видим, что да, есть результаты. Сегодня, как вот и уважаемые опрашиваемые говорили, что среди молодежи. Нет, не среди молодежи. Сегодня среди молодых людей в школах, ПТО, в вузах проводятся образовательные программы, довольно хорошо организованные, есть и наработанные материалы. И мы видим результат, у нас выявляемость среди молодых людей упала на порядок, даже на два порядка, если брать начало проблем этой вещи. В общем, оставим эту информацию как повод для размышления. Пожалуй, одна из самых больных тем – это дети от ВИЧ-инфицированных матерей. Это всегда истории с грустными концовками? Вы знаете, вот я, как уже работаю 25 лет практически в этой теме, и вижу, что эта проблема сегодня обостряется с каждым годом, с каждым днем и так далее. Очень больной вопрос. Дело в том, что если взрослый человек или молодежь, он должен отвечать за свое поведение, он знает, что он может заразиться или не заразиться, он должен ответить. А в чем виноват ребенок? Вот тут вопросы. И сегодня у нас от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 1480 деток по Гомельской области. Но это не значит, что они инфицированы. Из них 1156 уже сняты с учета. Ну, по определенным показателям прошло время, мы посмотрели их анализы, клинику и так далее, их сняли. Но, к сожалению, 132 ребенка оказались ВИЧ-позитивными. Друзья, я хотел бы напомнить. Телефон прямого эфира в Гомеле – 77 68 45. Мы ждем ваших вопросов и звонков. Ну, а пока продолжаем. Отдельная тема для обсуждения – связка СПИД и туберкулез. Правда ли, что в мире, по статистике, каждый третий больной СПИДом умирает не от СПИДа, а именно от туберкулеза? Ну, туберкулез – это вообще интересная и отдельная тема. Как только появился человек, как он стал болеть, так и появился туберкулез. Это социальное заболевание. Но вопрос в другом. Туберкулез проявляется тогда, когда у человека снижен иммунитет. А при ВИЧ-инфекции, естественно, довольно снижен иммунитет. И поэтому это оппортунист номер один, который на фоне снижения иммунитета при ВИЧ-инфекции начинает проявляться. И действительно, эти факты подтверждают, что каждый третий случай действительно – именно летальный случай от туберкулеза. Олег Николаевич, какую оценку дали бы сегодня медицинской базе, созданной у нас в области для лечения, диагностики, ну и, конечно, профилактики ВИЧ-спит? Ну, вы знаете, тут уже можно прямо сказать, что база у нас в принципе достаточная. Конечно, хотелось бы еще большего тех же, будем говорить так, лабораторных роботов, которые есть в Европе и так далее. Стремиться есть к чему. Да, поставил там пробирку и все, выдал результаты. Но, тем не менее, на фоне всего прочего у нас достаточная база, именно база лабораторная. Мы сегодня можем определять и диагностировать сначала, человек инфицирован или нет, определять и подтверждать диагнозы, действительно, что ВИЧ-инфекция, проводить и определять вирусную нагрузку, то есть сколько вирусов крови в кубическом сантиметре крови, и судить об этом дальше, назначение терапии или нет, иммунологию проводить, то есть определять количество иммунных клеток, тоже имеется в виду для назначения терапии и так далее. То есть мы сегодня это на уровне Гомельской области имеем возможность. Причем не только Гомель, но и небольшие населенные пункты, что важно и показательно, или же нет? По определенным показателям нет. Что касается иммунологии и вирусной нагрузки, только город Гомель, потому что мы являемся арбитражной лабораторией, и мы это дело делаем. Но и это, я думаю, что сегодня достаточно, чтобы закрывать весь вопрос. То есть на уровень районов это отдавать не нужно. Мы справляемся, и нагрузка на оборудование тоже имеет сегодня значение и так далее. Хорошо. Много ли случаев, когда граждан, заболевших ВИЧ-спит, приходится лечить принудительно? Вы знаете, я не помню в своей практике, чтобы мы кого-то лечили принудительно. Если есть практика лечения принудительно туберкулеза, сифилиса, это практика есть. Это социально опасно, это заболевание, представляющее опасность для здорового населения. Сегодня ВИЧ-инфекция, она не включена в перечень этих заболеваний. Идет параллельно. Но мое убеждение, что это нужно было тоже присоединить к этому делу. Тем более, что тут же туберкулез лечат, в том числе и принудительно. Но, тем не менее, сегодня ведь есть закон, который был принят в 2012 году, о предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, запитая вируса иммунодефицита человека. Где отдельным пунктом записано, что мы можем и привлекать к принудительному лечению. Хорошо. В этой связи очень интересно, были ли на вашей практике случаи в Гомельской области, когда больные ВИЧ-спитом целенаправленно заражали здоровых людей? Такие случаи, к сожалению, были. Это случаи судебной практики, эти случаи уголовные. Количество не назову. Это были единицы, правда, но это, к сожалению, было. А что нужно понимать нашим зрителям, чтобы предостеречь себя и своих близких? В плане вот этих профилактик преднамеренного заражения? Конечно, да-да-да. Можно как-то себя оградить? Ну, я имею в виду, например, если вот там кровь на периле, это как-то может повредить? Ну, вообще-то нужно сначала немножко опуститься ниже. Сначала, что такое ВИЧ, как передается, и понять, если мы ведем здоровый образ жизни, если мы не используем рискованное поведение, нам ничего не грозит. Если мы не уверены в партнере и так далее, и тому подобное, если у нас партнер обманывает и так далее, уже можно заподозрить. Вот из этих нужно позиции сходить. Хорошо. Более подробно предлагаю сейчас поговорить о диагностике. Где сегодня можно пройти тест на ВИЧ? Сегодня тестирование, что касается ВИЧ-инфекции, доступно в любом лечебном учреждении Республики Беларусь, в том числе и Гомельской области. Там, где есть процедурный кабинет. Там, где можно взять кровь из вины. В любом лечебном учреждении. Это сегодня бесплатная процедура? И всегда ли она бесплатная? Дело в том, что есть такое понятие перечень контингентов, которые обследуются на ВИЧ. У нас это определено приказом Минздрава и постановлением и так далее. Но, если брать исследование анонимное, человек, допустим, захотел исследоваться, обследоваться. Да, но практически всегда анонимное, да? Нет. Если он хочет анонимное, допустим. Он пришел и говорит, я хочу анонимное. Это будет бесплатно. Но если для каких-то там целей, допустим, для выезда куда-то за территорию Республики, куда-то на работу, получение вида на жительство и так далее, есть определенные моменты. Это уже на платной основе. Но это небольшие там деньги. Совершенно. Олег Николаевич, мне подсказывает, у нас есть звонок от наших зрителей. Предлагаю выслушать. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Ваш вопрос. Вот если в детском садике может оказаться ребенок ВИЧ-инфицированный, то как я могу обеспечить безопасность своего ребенка и других детей? Или это опасно, или нет? Спасибо большое за вопрос. Если брать детский садик. Конечно, кровь. Ну, допустим, часто этот вопрос задают, и будем говорить так, что, вот говорят, что разбил нос, допустим, да, один другому и так далее, и тому подобное. Хорошо разбил нос. Но, если кровь попадает, допустим, разбил нос на простую, вернее, не на простую, а просто на кожу. На кожу, да, и неповрежденную. Заражение не произойдет. Но для того, чтобы проводить профилактику вот этих вот таких вот моментов, и учитывая, что если ребенок все-таки в детском садике, а Эд об этом знает, если он ребенок в детском садике, и заведующий, и медицинский работник, и воспитатель. Вот трое специалистов, которые знают об этой ситуации. Они организуют в детском садике учебу среди персонала. Как вести себя в такой ситуации? Как проводить профилактику? Как это дело обрабатывать? Как это все это минимизировать и так далее? Ну, то есть, по большому счету, поводов для волнения родителей нет? Конечно, психологический фактор существует всегда. Но такого у нас не было. И поверьте, и даже в мировой практике я не встречал даже случаев таких, что были из-за таких заражения. Олег Николаевич, говорили мы с вами про тест на ВИЧ. После этого теста, к сожалению, некоторым может понадобиться и психологическая помощь. Работает ли у нас так называемая служба доверия в Гомеле и области? И куда можно обратиться? Да, это работает. Я даже с собой взял такой поминальник. Уже, извините, пожалуйста, просто прочитаю, куда обращаться за помощью. Значит, в Гомельской области экстренную психологическую помощь по телефону доверия, так называемая, оказываются специалисты городского центра социально обслуживания семьи и детей. Телефон 170, телефон доверия. Причем работает круглосуточно. Также можно получить такую же помощь в отделе общественного здоровья Гомельского областного центра генопедемиологии по телефону 757764. Есть еще один телефон 631010. Спасибо большое, Олег Николаевич, за ответ на мой вопрос. А мне подсказывает, что есть прямо сейчас еще один вопрос от наших зрителей. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос. А вы помните свою первую встречу с ВИЧ-инфицированным человеком? Как себя вели в тот момент? Спасибо большое. Величный вопрос, наверное. Хороший вопрос. Нет, просто я к чему? Иногда периодически задают этот вопрос. Я все-таки работаю 25 лет уже в этой сфере. И не буду скрывать, все-таки тогда тоже работал психологический фактор. Был после института молодой специалист. И вот пришла ВИЧ-инфицированная пациентка. Оформляли документы. И я дал ей свою ручку. И она ее писала. Но была проблема такая, что она все время плевалась. Плевалась и на нас, и на специалистов, и так далее. И на ручку, естественно. Я потом эту ручку протирал спиртом. Еще раз она приходила, я тоже протирал спиртом. Но прошло определенное время, это был месяц-два. Потом я понял, осознал, что так ВИЧ не передается. И поверьте мне, сегодня я здороваюсь с половиной, что называется, сознаю людей этих, ВИЧ-инфицированных за руку. Конечно, мы не целуемся. Нет, не надо этого делать. Это и не надо совершенно. Но, тем не менее, это психологический барьер, который может каждый преодолеть. И это нужно сделать, чтобы сформировать толерантные отношения в обществе. Друзья, присоединяйтесь к диалогу. Телефон прямого эфира в Гомеле 77 68 45. Сразу после короткой рекламы вернемся в студию и продолжим. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. Гость в студии, заведующий отделом профилактики ВИЧ-спич Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Олег Суетнов. Олег Николаевич, только вышли после рекламы и сразу есть еще один звонок от зрителей нашего канала. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Я бы хотела у Олега Николаевича спросить. Допустимо ли женщина ВИЧ-инфицирована, если? И, возможно, есть ли какие-то шансы родить абсолютно здорового ребенка? Спасибо за вопрос. Частично мы касались уже этой темы. Да, мы обсуждали эту тему. Действительно, есть шанс и возможность родить здорового ребенка. Но при условии, если женщина стала вовремя на учет по беременности, если она принимает профилактическое лечение, а лечение начинается с 14 недель и до родов, то есть полноценно, если в родах принимают препараты и ребеночку дают тоже препараты, то риск сводится минимально до 2%. Олег Николаевич, насколько я знаю, не так давно в Белоруссии была утверждена новая информационная стратегия по ВИЧ-спит. Расскажите, на чем она в первую очередь основана? Ну, информационная стратегия была принята с той целью, чтобы все-таки унифицировать подходы к информированию населения, будем говорить так, по этой проблематике. Частично скорректировать, быть может, да? Скорректировать, направить, обозначить. Но это все основывалось на государственной программе профилактики ВИЧ-инфекции и так далее и тому подобное. Смысл этой стратегии? Мы всегда изначально, когда только появилась проблема, людей пугали. Говорили, что это чума 21 века, там... Страшная болезнь. Да, 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 и так далее и тому подобное. Но мы видим, сегодня есть положительные результаты в плане лечения, что человек, в принципе, может как бы жить, плодотворно жить, воспитывать детей, работать на производстве, там, на работе, приносить материальную пользу и вообще жить в социуме, так? Принимая препараты. Вот. И поэтому, чтобы все-таки воспитать наше население толерантно, терпимо, будем говорить так, терпимо относиться к этим людям, и чтобы люди поняли, что они такие же, вернее, чтобы другое население поняло, что эти же люди такие же, как и мы, вот, было принято информационная стратегия. Смысл в чем? Чтобы убрать все эти вот жучки, паучки и пугалки, вот, воспитывать население в толерантном отношении и доводить информацию правильно, аргументированно до всего населения. Вот. С этой целью было принято информационная стратегия. Олег Николаевич, впереди 1 декабря, Всемирный день борьбы со СПИДом. Наверняка и в Гомельской области пройдет уже по традиции большое количество мероприятий и проектов. Расскажите о них. Ну, традиционно. Это уже так традиционно в кавычках, но мы ежегодно... А ведь действительно есть и традиционные, и где-то брендовые мероприятия. Да, мы проводим мероприятия в рамках этой кампании к 1 декабря, но это проходит не только 1 декабря. Это октябрь, ноябрь и так далее. Не скажу, что... Мы утверждаем план там мероприятий и так далее. Но у нас есть брендовые мероприятия, которые проходят уже не один год. Хочу, как говорится, сказать, что и благодарю общественное объединение Аздема, которое проводит мероприятие, называется «Спидобойка». Но в этом году немножко формат изменен, и название будет немножко другое. Вот. В чем там фишка? В том, что будет еще и форум-театр присоединяться, не только спортивное мероприятие, не только концерты и так далее. Но и вот типа форум-театр, еще многое другое. К слову говоря, этот проект на Гомельчине реализуется уже больше 10 лет. Уже 14 лет. И будем говорить так, не только «Спидобойка», но на уровне всей области, во всех организациях, в учреждениях. Прошли информационные часы. Это был единый день 19 ноября. Проводятся конкурсы плакатов, выступления этих самых медицинских работников и так далее. То есть мероприятия, мероприятия и мероприятия. Олег Николаевич, время нашей программы, к сожалению, подходит к завершению. По традиции у вас есть возможность подвести черту под сегодняшним разговором. Вам слово. Что бы я хотел сказать уважаемым телезрителям. Вы знаете, уже все-таки занимаясь проблемой не первый год, а уже, слава богу, третий десяток пошел. Скажу простую вещь. Сегодня от тюрьмы, от чумы и от СПИДа никто не застрахован. Каждый может попасть в ситуацию, будь то наркоман, будь то благополучный гражданин и так далее. Все зависит от поведения человека, от того, как он осознанно ведет здоровый образ жизни. Я прошу об этом задуматься. Но хотел бы сегодня поблагодарить студию, поблагодарить ведущего за предоставленные возможности сказать в эфире то, что все сегодня действительно зависит от вас. И поздравить всех все-таки с 1 декабря. Поздравить! Пусть это не праздник, но борьба есть борьба. Будем бороться. По крайней мере, задуматься каждый в этот день. Задуматься каждый должен и так далее и тому подобное. А еще хотел поздравить свою сегодня жену с днем рождения. Ей сегодня, не скажу сколько, но с днем рождения, Анжелика Александровна. Что ж, гостем программы «Диалог» сегодня был заведующий отделом профилактики ВИЧ-СПИД Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Олег Суетнов. Олег Николаевич, спасибо за интересный и полезный разговор. На этом ставим точку. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова